Весна Обжорство – это к благополучию на весь год и к хорошему урожаю. Это праздник. Яйцо там добавляют, ну, хотим молока. Еще можно в Масленицу делать разные пироги. Есть и еще одно правило – объелся сам, угости другого. Ходить друг к другу в гости, петь песни и веселиться – еще одна хорошая масленичная традиция. А сегодня самые долгожданные гости – зятья, утешь, которую угощают блинами. Чучело, чучело, поднимешь повыше. На Масленицу катались с горки, закликали птиц, а еще катались на санях. В 98-м детском саду в духе старинных традиций веселил детвору конь с современной кличкой «Репортер». Коняго-тяжеловес может перевозить тяжеленные грузы, так что десяток малышей в санках – для него детская забава. Репортер ждет свое масленичное угощение – мешок сухарей. Красивая, сосиска расстехала, было очень классно. А вот не праздновать Масленицу нельзя. Не наряжаешься, не пируешь – будешь весь год бедствовать. Не поешь, не веселишься – весь год придется грустить. Верили люди в старину. Каждый день на Масленице имела особое название. Сегодня среда, которая называется «Лакомка», а завтра будет четверг, который называется «Разгульный». Так вот считалось, что гулять надо так, чтобы не было жалко за бесцельно проведенную Масленицу. Зато грядущее воскресенье – день для почти философских раздумий. Нужно подумать о своих поступках и попросить у всех прощения. Не забудьте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!